Радио 54 Обувь сушится при комнатной температуре. То есть, если мы говорим про кожаную обувь, с ней вообще все проще. Уход. Вы пришли вечером домой, помыли ее просто под проточной теплой водой, вытерли и поставили. Если мы говорим о замшевой обуви, с ней немного сложнее, особенно сейчас, в наше зимнее время. Вот здесь я могу сказать, что пригодится такой материал, вот сразу не подумайте. Туалетная бумага, либо носовые платки. Это лучше носить с собой или иметь в машине. Объясню, почему. Когда вы купили замшевую обувь, естественно, вы поставили профилактику, вы нанесли гидрофобную обработку, желательно в мастерской. Дальше вы выходите на улицу. Вы прошли по снегу, садитесь в машину. Соответственно, весь снег, который был на обуви, он начинает таять. Если обувь обработана, то вода не сразу начнет впитываться. Вот именно здесь нам понадобится туалетная бумага, либо салфетки. Вы просто промакиваете замшевую обувь аккуратно, и она вам служит верой и правдой долго. То есть главное промакнуть воду, чтобы она не осталась. Соль, реагенты, которые у нас наносят, все это убирается. Вечером вы приходите домой, ставите обувь, она высыхает, и больше ничего. Профилактика это материал, как правило, листовой. Это либо полиуретан, либо... Какая-то жидкость, ее не видно? Нет, это листовой материал. Это тоненькая, ну, для обывателя резина. Вот. На самом деле составы очень разные, и не важно, какой рисунок. Важен состав. То есть у нас есть материал абсолютно гладкий, но при этом он не скользит. То есть мы ставим его на обувь, вы идете, у вас абсолютно гладкая подошва, но она не скользит. При этом производители, ну, допустим, когда мы берем туфли красивые на кожаной подошве, туфли должны быть красивыми. Прежде всего, производитель хочет нам их продать прекрасными. Ну, и по большому счету, обеспечивает нас работой мастерски, чтобы мы могли обезопасить подошву. Зимняя профилактика, она из более пористых материалов. То есть это материалы, которые предотвращают скольжение. Хочется предостеречь ваших слушателей от покупки всевозможных спреев, кремов, которые предлагают вместе с покупкой обуви. Потому что никто не объясняет, как ими пользоваться, но обязательно предлагают купить. У нас был такой случай, что девушка принесла кроссовки из черной матовой кожи. Они очень дорогие были, мужские. Она говорит, вот у меня муж первый раз в жизни купил себе дорогую обувь. И мне сказали ее побрызгать. Она ее побрызгала. И из матовой кожи получилась кожа блестящая, с подтеками. Мы не смогли сделать ничего. В итоге человек ушел домой. Я не знаю, что было потом, но, видимо, ничего хорошего с этими кроссовками не было. Мы можем реставрировать, когда съела собака, поцарапала кошка. Здесь можно что-то сделать. Но когда обувь постирана в стиральной машине, либо мы не работаем с материалами ненатуральными, так как кожзам восстановить в принципе невозможно. Поэтому ни в коем случае не стирайте. Пожалуйста, отнесите в мастерскую, не в нашу, в любую другую. Ну, просто выберите тех профессионалов, которые помогут вам следить за вашей обувью. Твой дом. Твоя область. Новосибирск. 106,2 FM.